Привет, друзья! Сегодня мы будем дегустировать готовую еду из магазина Вкус Вилл. Ценник на нее немаленький, и поэтому очень важно знать, что стоит покупать, а какая еда совершенно невкусная. Попробуем мини-бургеры с котлетой из свинины и говядины, еще сыр, камамбер здесь есть и брусничный соус. В составе написано, что котлета сделана из свинины и говядины. Мясо было замороженное. Масса 145 граммов. Булочка черная, потому что используется краситель, уголь растительный. Хотя я думал, что может быть это чернила какой-то каракатицы, но здесь все-таки уголь используется. В целом состав здесь, конечно же, очень длинный, куча всяких компонентов. Соус, на основе соуса терияки все сделано здесь, но есть еще и вишня, есть и апельсин, брусника замороженная в соусе тоже присутствует. Стоимость мини-бургеров 248 рублей. Адрес производства город Москва. Бургеры эти очень экзотические. Здесь и сыр с плесенью, и булочка черная, и соус интересный такой брусничный. Можно и так посмотреть, в общем, что здесь внутри. Ну вот видно два ломтика сыра, котлета, брусничный соус сверху, а снизу другой соус майонезный. Там в составе еще майонез был. И еще есть листики салата. Это руккола, по-моему. Один такой бургер стоит 125 рублей. Да, конечно, дороговато, но может быть он будет очень вкусный. Вот так вот в разрезе выглядит этот бургер. Сильнее всего во вкусе чувствуется булочка, котлета и брусничный соус. То, что тут сыр есть, как-то, в общем, я особо этого вкуса не ощутил. Ну и он такой вкус у этого сыра не ярко выражен. Ну и зелень руккола практически не ощущается, ее мало здесь. Так, вкус приятный в целом. Вкус мне понравился. Единственное, чтобы я бы еще добавил огурчик, бы сюда было бы, конечно, повкуснее. Можно даже и маринованный. В общем, есть можно, но цена, конечно, не маленькая. Вареники с сыром сулугуни и шпинатом. Масса 500 граммов. Состав не 100% натуральный. Есть кое-какие добавки. Но неплохой состав. Вареники с сыром сулугуни и шпинатом. Стоимость 355 рублей. Изготовлена в Ставропольском крае, город Буденовск. Внешне вареники смотрятся нормально. Вот, видна немножечко зелененькая начинка. Форму они не потеряли. Видимо, они размораживались. Они не смерзлись. Условия хранения не были нарушены. Сейчас сварю несколько штучек и попробуем. Варил эти пельмени по инструкции 8 минут. Но за это время все равно они все почему-то вскрылись. И начинка, большая часть начинки вытекла. Сейчас тут, наверное, посмотрим. Тут практически внутри пусто. Я думаю, потому что сыр просто расплавился, растекся, вытек, в общем, мимо. Вот причина в этом. В общем, наверное, сыр для пельменей не очень подходит. Из каждого пельменя вытекла практически вся начинка. Попробую, в общем, то, что есть. То, что тут есть шпинат, это хорошо чувствуется во вкусе. Но вот то, что тут есть сыр, абсолютно этого не чувствуется. Потому что сыра, по сути дела, уже нету. Он здесь выварился. Я думаю, что, наверное, эти пельмени должны были бы быть вкусными, если бы сыр весь не вытек. А вот без сыра, конечно, с одним шпинатом, ну, так себе вкус не очень. Может быть, их нужно в парварке готовить. Даже не знаю, в чем причина. Но, в общем, что есть, то есть. Это суп с тыквой и индейкой. Масса супа 270 граммов. Состав этого супа полностью натуральный. Крем-суп с тыквой и индейкой. Стоимость 198 рублей. Изготовлено в Московской области, город Подольск. Разогрел этот суп полминуты в микроволновке. Он хорошо разогрелся. Как мы видим, суп довольно-таки густой. Действительно пюре. Мне кажется, можно даже было бы и более жидким этот суп сделать. Ну и также индейка, я думал, тоже будет перемолотая. Но индейки здесь цельные такие вот кусочки. Сейчас попробую на вкус этот супчик. Попробовал суп. Разогрелся, оказывается, он не очень хорошо. Края просто горячие. Видимо, с краев сильнее нагрелось. А в середине он еще чуть-чуть тепленький оказался. В общем, греть нужно минимум, думаю, одну минуту. Сам супчик вкусный. В составе был имбирь. И во вкусе тоже имбирь ощущается. И немножечко сладковатый вкус. Индейка тоже хорошая. Но вот попадаются кусочки. Немножечко они какие-то жестковатые. В общем, я думаю, наверное, было бы лучше, если бы этот суп был не с индейкой, а с курицей. Курица, мне кажется, все-таки помягче, чем индейка. Снэк кукурузный со вкусом томат. Масса 50 граммов. Написано, что это альтернатива картофельным чипсам. Но здесь не только томат, потому что есть еще и сырный, и луковый порошок. Но также томаты сушеные есть. Состав не полностью натуральный. Есть кое-какие добавки тут. Но немного. Снэк кукурузный томат. Стоимость 80 рублей. Изготовлено в городе Тула. На вид это обычные кукурузные палочки. Только что они без сахара. Особо большого какого-то томата здесь незаметно. Совсем вот такие маленькие вкрапления томатов. Порошок какой-то, в общем, томатный. Сейчас попробую на вкус. То, что здесь присутствует томат, во вкусе практически вообще не ощущается. Чувствуется только вот какая-то кислинка во вкусе. Не знаю даже, что это такое. Откуда кислота взялась, непонятно. То, что тут есть сырный порошок, ну, тоже так вот отдаленно ощущается. А так больше это просто вкус вот этих вот кукурузных палочек. Думаю, что для этих палочек цена слишком завышена. Даже вот если читать, взять, они будут повкуснее. В общем, ну, такие палочки, в общем, есть можно, но на свои деньги они не тянут. Попробуем шаурму с курицей. Масса шаурмы 230 граммов. Мясо курицы здесь запеченное. Шаурма с курицей стоимость 268 рублей. В составе очень много различных специй, а также есть еще и майонезный соус. Изготовлено в Московской области, город Одинцово. Шаурма это не особо большого размерчика. Лаваш вроде бы нормальный. Сейчас посмотрим, что будет в разрезе. По разрезу тут вроде бы даже и нормальное количество начинки. Сейчас ее разогрею, и можно будет попробовать. Съел половинку шаурмы, и сразу начну с минусов. Очень мало здесь курицы, практически во вкусе она не ощущается. Ну, и из плюсов то, что все-таки соуса здесь нормальное количество, шаурма не сухая. Конечно, соуса я бы, если делал сам, то я бы побольше добавил. Ну, ничего, в общем, сойдет и так. Здесь есть капуста, огурцы маринованные, немножко помидорчик. Состав, в общем, у шаурмы хороший. Но только что она малюсенькая. Для своей цены, я думаю, она вообще супер мелкая. Если где-то купить эту шаурму, допустим, где ее делают в шаурмичных, то там шаурма будет раза в полтора больше за такую же цену. В общем, шаурма съедобная, конечно, не идеальная. Я бы поставил ей 4 балла из 5. Суп-пюре сырный с гренками. Также в комплекте еще шли сухарики. И самое интересное, что в сухариках еще какие-то вот сырные такие есть. Стружка такая вот сырная присутствует в сухариках. Я не знаю, случайно она сюда попала или должна здесь быть. Масса этого супа 260 граммов. Суп-пюре этот сварен на основе куриного бульона. Суп-пюре сырный с гренками, стоимость 278 рублей. Состав у супа хороший, полностью натуральный. Но только что сыр здесь какой-то плавленый. Не знаю, в общем, какого он будет качества. Изготовлено в Московской области, город Химки. Суп этот довольно-таки густой. Действительно суп-пюре. Здесь все перемолото. Никаких крупных вкраплений здесь не обнаружил я. Запах от этого супа идет приятный, молочный. Попробую на вкус. Мне показалось, что вот какое-то присутствует горькое послевкусие от этого супа. Не знаю, с чем это может быть связано. Ну вот, поел, вроде бы вкусный, такой нормальный вкус. Но потом какое-то вот небольшое горькое послевкусие остается. Попробую отдельно гренки. Тут похоже, что это тертый сыр пармезан. Потому что в составе был пармезан. Ну и видно, что он очень твердый. Попробую отдельно вот этот вот сырочек. Но сыр этот какой-то пересушенный. В общем, сыр не очень хороший. Попробую теперь сухарик. Ну хотя, вот этот вот может быть попробую. Сухарики эти почему-то отмякли и совершенно не хрустят. Ну а на дне вот этого контейнера мы видим, что еще есть сыр пармезан тертый. Видимо, это все нужно сюда добавлять и так вот употреблять. В общем, я могу сказать, что на 300 рублей, конечно же, это все не тянет. По сути дела, в каком-нибудь кафе можно за 400 рублей взять бизнес-ланч. Там будет и первое, и второе, и еще напиток. А здесь просто один суп, 300 рублей. Ну, мне кажется, это очень дорого. Еще меня заинтересовали роллы с креветкой и огурцом. Масса роллов 195 граммов. Причем, самих роллов тут всего лишь 155 граммов. Немного в общем. Состав здесь вполне нормальный. Ролл с креветкой и огурцом. Стоимость 310 рублей. Адрес производства город Москва. В этих роллах есть соевый соус и васаби в отдельном пакетике. Мне кажется, в отдельном пакетике... А, это, наверное, чтобы смешивать просто соевый соус вместе с васаби. Возможно, так. Потому что вот отдельного места для васаби здесь нету. Как мне кажется, креветка здесь не целиковая, а разрезана пополам. Огурчика тоже очень мало. Ну и минус то, что нет никакого соуса. Да и сам ролл тоже малюсенький. Поэтому они такие не тяжелые. Но зато и роллов здесь побольше. 12 штучек. Сейчас попробую на вкус. Из плюсов могу заметить, что здесь очень хорошо сварен рис. Он и не переваренный, но и даже вообще не аль денте. Рис идеальный. Но из минусов очень много сахара в этом рисе. Как-то вот сладкий вкус все перебивает. Не чувствуется. Тут еще рисовый уксус в рисе присутствует. Но он как-то вообще особо не ощущается. Вот сахар все прям перебивает. Переборщили с сахаром. Креветочки здесь очень мало. И практически не чувствуется во вкусе, что вообще есть креветка. Потому что риса много. Он сладкий. И этот рис вообще весь вкус остальной перебивает. Но огурец нормальный. Хрустящий. Но я думаю, что так как здесь есть креветка, то цена вполне нормальная для этих роллов. 310 рублей. Но я бы, например, еще бы взял бы и сделал бы для этого ролла шапочку из сливочного сыра. Это можно прямо дома сделать. Ложкой взять, положить сливочный сыр сверху. И в таком виде ролл будет гораздо вкуснее. Попробуем пожарскую котлету с картофельным пюре. Масса 240 граммов. Состав полностью натуральный. Пюре должно быть вкусное, потому что оно на молоке и на масле. Котлета пожарская с пюре. Стоимость 246 рублей. Адрес производства Московской области. Город Дмитров. Очень хорошо, что котлета лежит отдельно от пюре. Она не напитает влаги. Запах идет приятный. Разогрею сейчас и попробуем. Особенность пожарской котлеты в том, что она должна быть в хрустящих сухарях. Ну а здесь сухари уже отмякли. Понятное дело, что хрустящими их не сохранить. В этом уже минус. То, что это разогретое блюдо, не свежеприготовленное, то, конечно же, уже, в общем, такого эффекта не будет. Ну а картофельное пюре по консистенции не жидкое. Сейчас попробую на вкус. Картофельное пюре вкусное. Но я бы поставил 4 балла из 5. Потому что какого-то вот особенного сливочного или молочного вкуса здесь не ощущается. И мне показалось, что немножечко кислинка присутствует. Возможно, что уже, в общем, подкисать начинает молоко, которое было добавлено в это пюре. Теперь посмотрим на котлету. По разрезу видно, что действительно тут фарш. Слой сухарей приличный. Попробую на вкус. Котлета оказалась очень вкусной. Чувствуется, что действительно мясо здесь куриное. Никаких даже особых и добавок фарша я не почувствовал. В общем, нормальный вкус котлеты. И соль хорошо. Мне еще показалось, что вроде как тут сахара чуть-чуть есть. Небольшой такой сладковатый привкус. Возможно, это, конечно, сухари какие-то тут немножко сладненькие. Но котлета вообще замечательная. Котлета супер. Но я считаю все-таки, что цена этого блюда 250 рублей. Она, конечно, не маленькая. Может быть, даже и в чем-то и дороговато. Пюре немножко подкачало. Но котлета, она все, в общем, выровняла. Котлета отличная. Уже когда все съел, обнаружил, в чем была причина кислого картофельного пюре. Плошечка вот эта упаковка оказалась. Вот здесь вот трещина. Нехилая такая трещина. Не знаю, как она могла образоваться. Либо при транспортировке, либо изначально, в общем, была такая здесь трещина. Ну и, соответственно, бактерии сюда попадали. И, в общем, пюре немножечко так испортилось. Хорошо, что срок хранения небольшой. Всего лишь 4 дня, поэтому сильно испортиться пюре не успела. Но все равно, конечно, в общем, неприятно то, что такое мне попалось при покупке. В общем, будьте внимательны, проверяйте, чтобы упаковка была целая. Потому что вот может попасть и что на дне тоже быть, может, какая-нибудь трещина или вообще дыра. Все что угодно может быть. Так что надо внимательно все покупать. Попробуем блины с курицей в сливочном соусе. Масса блинов 160 граммов. Сливочный соус здесь бешамель. Так вот написано в составе. В целом состав полностью натуральный. Блины с курицей в сливочном соусе стоимость 218 рублей. Изготовлено в городе Москва. Внешне блинчики смотрятся красиво. Пожарены они хорошо. Я их уже разогрел в микроволновке. И давайте посмотрим, что будет в разрезе. Но, как мы видим, в разрезе начинки тут очень маленькое количество. В общем, начинки пожалели. Тесто здесь гораздо больше, чем начинки. С этого края блинчика начинки вообще практически нет. Да, начинки, конечно, маловато. Не очень много начинки. Ну, попробую, что есть. Чувствуется, что в блинах довольно-таки много сахара. Мне кажется, что сахара даже слишком много. Можно поменьше сахара добавлять, потому что сладость очень сильно ощущается во вкусе. Ну, вот так, конечно, задумка интересная. Соус бешаме или курица с блинами сочетаются замечательно. Ну, и единственный минус в том, что, конечно, маловато соуса здесь. Да и начинки тоже не очень много. Если бы было начинки побольше, то было бы повкуснее. Друзья, пишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!